Здравствуйте! В эфире ЛАРТЭ программа «Итоги недели» в студии Анна Слайковская. Коротко о главных событиях прошедших дней. Развитие информационных систем в столичном регионе обсудили в администрации округа. Решили сделать новое спортивное ядро, современное для наших детей. У гимназии номер 41 появится новый стадион. Очень нравится. Я здесь первый раз и мне очень понравилось. Как люберчане отпраздновали День российского флага, смотрите в ближайшее время. Люберцы у нас традиционная территория спорта, но спорт должен быть не только профессиональный, в фокусе, но и, конечно же, во дворах. О дне дворового спорта расскажем в конце выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структуры управления доложили о результатах работ, выполненных с 16 по 22 августа. На минувшей неделе порывистый ветер повалил в 114 деревьев, повреждены 5 автомобилей. Удалить деревья планируют в течение недели. Управляющими подрядными организациями ежедневно проводились работы по задержанию городских и дворовых территорий. В Севропу привлечено 130 единиц спецтехники и средств малой механизации. На дворовых территориях силами управляющих организаций проводится ямочный ремонт. Устранено 75 ям. Общей площадью более 510 квадратных метров. Началось обустройство пешеходных дорожек в рамках программы «Народные тропы». Работы запланированы по 25 адресам и будут завершены до 31 августа. Внимание уделили и парковым зонам. За прошедший период проводились следующие виды работ. Ремонт уличного освещения и маф на детской игровой площадке в парке «Наташинские пруды». Окрашивание детской игровой площадки в лесопарке «Плоховое». На постоянной основе ведутся работы по покосу травы и вывозу мусора с парковых территорий. С 16 по 22 августа в парках провели более 30 культурных и спортивных мероприятий. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло совещание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Московской областной думы. Участники встречи обсудили развитие информационных систем и технологий в столичном регионе. Все подробности в следующем сюжете. На территории Московской области развивается более 80 информационных систем. Они охватывают практически все сферы жизнедеятельности региона. Посредством современных технологий можно узнать о ходе социальной газификации или о строительных работах на определенном земельном участке. Новые сервисы помогают решать многие вопросы, не выходя из дома. Одно из направлений, которое было последним реализовано, это были автоматизированы государственные услуги, связанные с захоронениями. Теперь не требуется ходить в администрацию, даже в МФЦ. Можно ходить и все сделать уже с помощью портала государственных услуг. Благодаря внедрению региональной географической информационной системы каждый житель может получить сведения обо всех социальных объектах и учреждениях. Для этого достаточно иметь доступ в интернет. Через РГИС в настоящий момент можно получить более 20 наименований государственных и муниципальных услуг округа. Важным позитивным фактором внедрения системы считаю, что для жителей существенно сократились сроки получения информации, также уменьшились сроки оказания госуслуг, появилась возможность просматривать актуальную информацию по проводимым работам на территории и осуществлять кондоль за их проведением. В ближайшее время в центральном офисе МФЦ на улице Звуковой начнут выдавать биометрический загранпаспорта сроком на 10 лет. После подачи заявки документы автоматически отправят в систему МВД, затем на фабрику госзнака. Готовый загранпаспорт заявитель может получить в многофункциональном центре. В Люберцах завершился ремонт подъездов в многоквартирных домах. В этом году в городском округе обновили 230 входных групп. Одним из последних объектов, где провели ремонтные работы, стал дом номер 19-2 по Комсомольскому проспекту. Там побывали мои коллеги. Эта многоэтажка знаменита своими необычными подъездами. Живописные рисунки на первых этажах – дело рук женщины, которая проживала в этом доме 10 лет назад. Сейчас её уже нет в живых, но соседи бережно относятся к её творчеству. Во время косметического ремонта попросили освежить уже потускневшие краски. Цвет остальной части подъезда тоже выбирали сами. Выбрали единогласно, перфчиковый. Подобрали под цвет дома. И он свежий, красивый. Кроме покраски стены и потолков, здесь заменили плитку, почтовые ящики и светильники. Косметический ремонт подъездов провели по программе софинансирования Московской области формирования комфортной городской среды. Проводились работы по косметическому ремонту лестничных клеток. Устройство, тротуарные плитки на крыльцах, чтобы крыльцы стали комфортными и гораздо проще в эксплуатации. Дома, которые находятся в управлении ЛГЖТ, здесь есть определенный уровень. Люди, специалисты квалифицированные. Есть ответственность официальному работнику ЛГЖТ. Плановый ремонт подъезда в этом году завершён. Приёмка выполненных работ прошла во всех 230 объектах. В следующем году ещё столько же Люберецких подъездов заиграют новыми красками. Луизия Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Патологоанатомическое отделение Люберецкой областной больницы закрыто на капитальный ремонт. Его проводят в рамках губернаторской программы здравоохранения Подмосковья. Этап проводимых работ проинспектировал глава Люберец Владимир Ружицкий. Патологоанатомическое отделение, расположенное на территории первого стационара Люберецкой областной больницы, построено в 60-х годах прошлого столетия. С того времени его ни разу не ремонтировали. Здание нуждается в масштабном обновлении, вплоть до замены коммуникационных сетей. В середине июля вместо людей в белых халатах здесь работают подрядчики. Было принято решение на уровне губернатора Андреевича Воробьева здесь сделать вот такой ремонт. Мы вошли в областную программу и сегодня делается ремонт. Это более 37 миллионов рублей. Новая кровля, система вентиляции, косметический ремонт, реставрация фасада и благоустройство территории. Основная часть работ уже выполнена. Через два дня начнется установка дверей. Всего на ремонт ушло к сегодняшнему дню полтора месяца. То есть работы достаточно идут в таком хорошем темпе. Не вызывает сомнений, что объект будет сдан в срок. В этом отделении работает 8 врачей. Они приступят к своим обязанностям 1 сентября. К этой дате завершат все работы, связанные с ремонтом самого здания. А благоустройство прилегающей территории завершат чуть позже, в середине месяца. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Идет ремонт поликлинического отделения номер 11 Люберецкой областной больницы. Здание в Малаховке построили в 1984 году. С того момента его не обновляли. К работе приступили в июле этого года. На втором, третьем и четвертом этажах заменили инженерные сети и электропроводку. Сейчас проводятся отделочные работы. Готовность ремонта 90%. Также дополнительно выделили средства на ремонт первого этажа и крыльца здания. Я надеюсь, что где-то, по крайней мере, где-то со средины сентября поликлиник будет обновленный. Ну а мы полностью завершим где-то в середине ноября. Это будет, я оцениваю, под ключ, включая первый этаж. Ну, Малаховская поликлиника будет в другом состоянии. Я бы сказал, получит второе рождение. Оказаться под колесами поезда рискуют пешеходы, пересекающие железную дорогу в неположенном месте. За нарушителями пристально следят сотрудники полиции. В одном из рейдов побывала наша съемочная группа. Проносящиеся поезда не пугают нарушителей. Они срезают путь до работы, учебы или торгового центра через железнодорожные рельсы. Там, где пешеходного перехода нет. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. А почему вы решили здесь дорогу перейти? Просто оттуда иду. А здесь запрещено переходить? Да, знаю. А почему тогда так рискуете? Что делать? Плеско так. Казалось бы, лестница сама приглашает пешеходов подняться к железной дороге. Но сооружение предназначено для работников РЖД, которые следят за техническим состоянием железнодорожного моста. По этому мосту постоянно ходят люди и в том, и в другом направлении. Но если идет поезд, то спрятаться можно только вот в этом закутке. А состав движется со скоростью 60-70 км в час. И за считанные секунды можно просто не успеть спрятаться. И попасть под колеса огромной машины. На заборах и столбах развесили знаки. Ходить по ЖД путям запрещено. Но таблички закрашивают аэрозольной краской. Ограждения ломают. И многие даже не знают, что нарушают закон или не хотят знать. Здравствуйте. А скажите, куда вы идете по этим путям? Мы идем на ту сторону, на площадку собачью. Наташинские пруты. А здесь же запрещено ходить? Ну не знаю, запрещено, не запрещено. Поездов нет, ходим, все ходят. Куда вы идете по этим путям, можно узнать? На работу. А здесь же запрещено ходить? Да, нигде не написано. Незнание закона не освобождает от наказания. Каждый, кто переходит пути в несанкционированном месте, нарушает часть 5 статьи 11 административного кодекса. И самое страшное наказание – гибель. По статистике, каждую неделю на участке от станции Люберцы до Уктомской в среднем происходит два смертельных случая. Переходя же дорожные пути, вы совершаете административное правонарушение. Вы знаете об этом? Нет. Вы совершаете административное правонарушение. Самое главное, вы подорегаете в свою жизнь опасность. Сегодня ограничились предупреждением. В следующий раз будет штраф. Регулярно у нас проходят рейды профилактические, в том числе и взрослых и несовершеннолетних граждан. Мы доставляем в отдел полиции для выяснения фактов совершения административного правонарушения и для составления соответствующих документов. С подростками проводят беседу представители комиссии по делам несовершеннолетних. Главные нарушители среди подростков – зацеперы. Несовершеннолетние ставятся на учет минимум на 6 месяцев. После течения 6 месяцев запрашиваются характеризующие материалы. Если ребенок исправился, в его поведении больше нет места правонарушениям, он снимается с учета. Если исправление не произошло, то продлевается учет еще на 6 месяцев. В этом году поставили на учет 8 люберецких зацеперов от 14 до 17 лет. Все они рисковали жизнью ради развлечения. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В микрорайоне птицефабрика поселка Томилино ученики 19-й школы 1 сентября пойдут на линейку по новой асфальтированной дорожке. Ее строительство ведется в рамках программы губернатора «Народные тропы». Ход работ проверил глава округа Владимир Ружицкий. Строительные работы в разгаре. Нужно успеть к началу учебного года. Именно по этой дорожке ученики ходят в школу номер 19. Раньше здесь была тропинка, стихийно проложенная жителями от 25-го дома. 16-го дома. У нас тротуара нет. И поэтому все идут по дороге. И вот это, кто придумал, вот эту идею подал, я скажу очень правильно. Очень правильно. Потому что детки уже не будут там рисковать. И родители будут спокойны в том, что они пойдут спокойно вот по этой дорожке. Первым делом завезли стройматериалы и уложили основания. Приступают к установке бордюров. Работы планируют завершить в конце недели. Главное, чтобы погода не подвела. Здесь будет у нас асфальт еще положен. После того, как у основания будет закончено, будет уложен асфальт. Поэтому три дня нам более чем достаточно. Нередко пешеходы срезают путь по тропинкам, которые во время дождя превращаются в грязную жижу. Для решения такой проблемы запустили губернаторскую программу «Народные тропы». Протоптанные дорожки превращают в пешеходные зоны. Было принято решение вот эти тропинки, вот эти тропы, их заасфальтировать, то есть сделать по сути тротуары. Вот, в частности, мы сегодня в Томилино, вот на птицефабрике. Будет хороший такой тротуар. В округе ведется обустройство девяти таких народных троп. 14 новых тротуаров уже готовы. К наступлению осени планируют все работы завершить. Здоровый образ жизни круглый год. На территории гимназии номер 41 строится новый стадион. Спортивное ядро появится к первому сентября. Также к новому учебному году родительский комитет провел осмотр пищеблока. На месте будущего стадиона рабочие убрали грунт и завезли песок. Футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки с качественным покрытием и новая волейбольная площадка. Здесь была старая хоккейная коробка. Она не соответствовала ни размерам хоккейной коробки, ни футбольному полю. Она была с момента основания школы, поэтому уже не выдерживала никаких параметров. Решили сделать новое спортивное ядро, современное для наших детей. На стадионе уже несколько лет располагается воркаут-зона. Спортивная площадка на территории гимназии пользуется спросом и вне уроков. Теперь заниматься спортом школьники будут чаще. Здесь я приехал посмотреть, как идет работа по реконструкции, даже созданию спортивного ядра. Немножечко, может быть, поздно начали, но вот обещают при наличии погоды 1 сентября стадион закончить. И здесь такое появится современное, симпатичное спортивное ядро. Я и так просил о наказах, что еще надо сделать. Мы всем довольны, сказали представители родительского комитета. Татьяна Владимировна Яковлевна у нас очень опытный руководитель, со стажем руководитель. И уже не первый год готовят учебное заведение к этому учебному году. Поэтому я не удивлен, что родители сказали именно так. После физических нагрузок всегда хочется поесть. Родительский комитет депутатам Мособулдумы и глава городского округа осмотрели состояние пищеблока. Особое внимание столовым уделяют во всех образовательных учреждениях округа. Учеников начальной школы обеспечивают горячим питанием бесплатно. Это завтрак, прежде всего для учащихся начальных классов, и обед для льготных категорий. Льготные категории, конечно же, это и многодетные, и дети-инвалиды, и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей. И вообще, те семьи, которые нуждаются сегодня в помощи, они также попадают в эту льготную категорию. В городском округе текущий ремонт провели в 50 образовательных учреждениях. Кроме того, в гимназии номер 44 построили новый стадион. Айтадж Чирагова, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В последние дни школьных каникул молодые и амбициозные юноши и девушки Люберит собрались в лагере «Интенсив» на базе гимназии номер 41, чтобы вновь приступить к учёбе. Подробнее в материале нашей съёмочной группы. Работа кипит. В первый день смены ребята готовятся к официальному открытию. В лагере три команды по научным интересам – гуманитарий, физики-математики и сторонники естественно-научного направления. Каждый стремится достойно защитить выбранную отрасль знаний. Придумал название команды, девиз. Вот сейчас обсуждаем сценку. Конечно, нервные, но всё-таки интересно. В течение недели ребята углублённо изучают предметы по выбранным направлениям. В смене 145 учеников с 7 по 11 классы. Инициатором организации лагеря стали администрация округа, управление образованием и депутаты Московской областной думы. Я надеюсь, что этот лагерь даст вам силы, даст вам знания, даст вам необходимую мотивацию. И вы станете ещё более одарёнными, ещё более коммуникабельными, трудолюбивыми, что немаловажно. И это поможет вам в жизни. Каждый выбрал направление по душе. Старшеклассница Александра Кампернаус мечтает поступить в медицинский университет имени Сеченова. Школьница знает, что для достижения цели ей нужны не только высокие баллы по ЕГЭ, но и достойные показатели в Олимпиадах. Это прям моя мечта. С детства ещё быть клиническим психологом. Я всегда была довольно эмпатичным человеком. Мне нравилось давать советы людям, помогать им. Несмотря на последнюю неделю летнего отдыха, ребята уже готовы много трудиться и получать новые знания. Лекции ведут лучшие педагоги Люберец, а также преподаватели МГУ, Московского государственного областного университета и Академии социального управления. Мне очень нравятся здесь очень компетентные учителя. И с таким педагогическим составом, как на этом интенсиве, я уверена, что мне удастся пройти на бюджет. Было очень приятно, потому что я очень рада, что меня позвали в это место, как одарённого ребёнка. Сюда не каждый попадает. Отбор претендентов был серьёзным. На интенсив зачислили Люберецких призёров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Олимпиадное движение имеет большое значение на сегодняшний день. И поэтому мы хотели бы повысить результативность, повысить количество победителей-призёров и, естественно, заинтересовать ребят к Олимпиадному движению. И вообще модно сейчас учиться. Впереди у ребят много работы. В завершающий день смены каждая команда представит свой научный проект перед преподавателями программы. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах проходит комплексное благоустройство дворов. В этом году в округе преобразится 38 придомовых территорий. Один из обязательных элементов благоустройства – детские площадки. Дополнительные игровые комплексы устанавливают и в рамках губернаторской программы. Какую оценку дают жители проделанной работе, расскажем в следующем сюжете. У жительницы Краскова Валентины Михайловны Долговой двое внуков. За развлечениями раньше приходилось ездить в торговые центры или ходить на детские площадки в соседние дворы. Теперь для того, чтобы интересно провести время, достаточно выйти из дома. Современный игровой комплекс оборудовали прямо под окнами. Довольные дети и мы. Лазают везде, хотя вот сюда нельзя, все равно карабкаются. Новые детские площадки нравятся всем и взрослым, и детям. Одни любуются красивым видом, другие радуются разнообразию игровых элементов. Мы очень рады. У нас окна сюда выходят. Мы каждое утро встаем, смотрим. Очень приятно и любуемся. Очень красивая, яркая. Самое главное, малышке очень нравится. Горка большая, конечно, очень понравилась. Качели, паутинки. Мне тоже паутинка нравится. Это лучшая площадка в мире. Молодцы строители, которые ее построили. Пока дети осваивают игровые комплексы, родители следят за их безопасностью. Современные детские площадки оснащены резиновым покрытием. Игры на свежем воздухе будут без ссадин и травм. Это что нравится. Именно то, что мягкое. И даже в жаркое время дети ходили босиком. Поэтому не вызывало никакого сомнения. Очень здорово. День российского флага в 27-й раз отметили по всей стране. Празднование прошло и в городском округе Люберцы. Подробности в следующем сюжете. Это Родина моя. 22 августа. День, посвященный государственному флагу России. В этом году сегодняшний триколор отмечает свой юбилей. Ровно 30 лет наша страна под бело-сине-красным знаменем. А что же означают цвета российского триколора? Белый – чистота и совершенство. Синий – верность и преданность. Красный – сила и энергия. Государственный флаг – символ единства страны. Официально праздновать этот день стали 27 лет назад. В этом году главный праздник в Люберцах прошел в Наташинском парке. Здесь собрались жители и гости округа. Дорогие друзья, я сегодня хотел бы вас всех поздравить с нашим большим всероссийским праздником – День флага России. Пожелать всем здоровья, благополучия, добра и самое главное – всем нам мира. Потому что при наличии мира нам все вопросы по плечу. Дорогие друзья, последние деньки лета – флаг, конечно, это символ государства. Я уверен, что, как и всегда, в нашем дорогом Наташинском парке и орг управления, и комитет по культуре приготовил прекрасную программу. Поэтому хорошего отдыха, хорошего настроения. С праздником всех! Хорошим настроением заряжали вокальные коллективы и ансамбль юных гимнасток. Для детей прошли творческие мастер-классы по изготовлению российского триколора. Гостям праздника вручили угощения. Хороший праздник, почаще такие надо проводить. Мне нравится, что здесь много и с детьми, людей. Единение разных поколений. Очень приятно, очень хорошо. И вас праздником? Очень нравится. Я здесь первый раз и мне очень понравилось. Смелые трюки показали люберецкие вейкбордисты. С российским флагом в руках они пронеслись над гладью Наташинских прудов. А на берегу в честь праздника организовали выставку детской художественной школы. Тематика, исключительно относящаяся к России, к Российской Федерации, к патриотизму, к родной природе, к родной архитектуре. Для меня все подобные праздники очень значимы. Как День флага, День России, несомненно 9 мая. Для меня как для человека, как для жажданина своей страны, они крайне важны. С песнями и танцами праздник отметили и на других площадках в Малаховке, Октябрьском, Красково. Каждый житель округа смог почувствовать атмосферу патриотизма и единства. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. На велосипед в хорошем настроении. В парке Наташинские пруды собрались любители двухколесных коней. Велозаезд прошел по инициативе партии «Единая Россия» при участии местных депутатов, активистов молодой гвардии и жителей округа. День флага России. Праздник, который объединяет жителей всей страны. На Наташинских прудах организовали множество интересных мероприятий. Одно из них – велозаезд. Есть праздники, которые являются символом сплоченности народа. К ним относится и сегодняшний день, сегодняшний праздник – День российского флага. Конечно, я желаю России и россиянам только процветания, только вперед, не останавливаясь. Нас не сломят никакие трудности. Это уже проверено историей, веками. Поэтому только вперед. Среди участников велозаезда как взрослые, так и молодые жители. Это люди, которые ведут здоровый образ жизни. Гонки за первое место и призы нет. Главное – отметить праздник и почувствовать единство. Сегодня в этом забеге все победители, потому что все вышли на велогонку. Вместе мы должны беречь нашу великую страну, Родина – Россия, потому что это у нас большой, единый, общий дом, где мы получаем удовольствие и большое счастье жить. Велозаезд в рамках Дня российского флага проводится во всей Московской области. Двухколесный транспорт выбрали, потому что он самый доступный и удобный. Это очень сейчас популярно, и мы делаем такую популяризацию здорового образа жизни. Финальной точкой для велосипедистов стала площадка у сцены, где проходило музыкальное шоу. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. Спортивный праздник для сотрудников СМИ. В Вялках прошла юбилейная 10-я журналиада Подмосковья. За звание самых сильных, ловких и выносливых боролись 14 команд со всего столичного региона. Среди участников состязаний был и коллектив нашего телеканала. Люберецкие звезды светят ярко, где ЛРТ, там всегда будет жарко. Только вперед и только к победе. С таким настроем Люберецкие звезды прибыли на 10-ю журналиаду Подмосковья. Для телеканала это не первое участие в спортивном проекте. Ранее сотрудники ЛРТ занимали в нем призовые места и становились победителями. Новая команда обещает не подвести. Настроение отличное. Пришли поддержать меня вся семья. Дети, муж готовы побеждать. На Попиту рассчитывает каждая команда. Но главная цель – провести время в компании коллег. Пандемия заставила соскучиться по такому формату общения. Журналиады – это всегда праздник для журналистов. Это объединяющий такой момент, где мы можем встретиться не только посостязаться в спортивных каких-то состязаниях, но и также обменяться опытом, увидеться. Настроение прекрасное. В выходной день хотите размяться. Спортивный праздник. В последнее время поводов немного для этого было, да, за пандемией. Теперь, наконец-то, можно вырваться. Именно поэтому на юбилейной журналиаде небывалое количество участников. 14 команд из 10 городских округов. В каждой по 5 человек. У нас болельщиков очень много. Поэтому я рада тому, что журналисты откликнулись на наш призыв. И сегодня они получат большой заряд эмоций, бодрости, которые им помогут в той непростой работе, которую мы с вами выбрали. За ряд эмоций журналисты получили еще до старта игр. Перед началом соревнований прошло награждение победителей лауреатов конкурса «Спортивное Подмосковье». Сюжет с телеканала «ЛРТ-2» рекордсмена в одном округе о Люберчанах Сергея Гаджаняне и Ксении Лукиной занял второе место в номинации «Лучший репортаж». В нашем округе, в Люберецком, очень много уникальных людей, особенностей спортсменов. И я хотела показать самых таких ярких представителей. Я считаю, что это неподражаемые и неповторимые герои. Тем временем остальная часть сотрудников телеканала готовится к первому испытанию – перетягиванию каната. Давай, давай, ребята, разминаемся. Нам нужна только победа. Наставление капитана команды и разминка помогли. Но двумя соперниками «Люберецкие звезды» одержали победу. Команда, которая против нас была, она тоже как бы очень хорошо давала давление. И на 40% мы начали расслабляться в самом начале. Но в конце прибавили и начали тянуть соперников к центру поля и победили. По сравнению с другими заданиями, перетягивание каната можно считать разминкой. Впереди более серьезные испытания, требующие внимания и сосредоточенности, ловкости и скорости. Сил и выносливости. Задание «Фудбаскет» – точные попадания в кольцо и удары в ворота принесли команде дополнительные баллы. Сработало то, что кольцо будет кривым. Если бы оно было прямое, я бы не попала. Испытания, с которым «Люберецкие звезды» справились лучше всего – скалодром. Участникам понадобилось чуть больше 30 секунд, чтобы взобраться наверх. И все. Вперед, вперед, вперед. Молодцы. Организовано классно. Мне кажется, будет призовое место. Инструктор оказался прав. На скалодроме команда телеканала ЛРТ завоевала второе место. Удачно выступили и в эстафете, взяли бронзу. Самым волнительным моментом стало объявление победителей в общем зачете. И здесь призовое второе место. Уступили городскому округу Щелково. Мы сюда ехали за местом. Мы просто так не участвуем в конкурсах. Поэтому если идти, то идти только вперед и рассчитывать на хорошие результаты. У нас все для этого шансы есть. Поэтому я считаю, что мы очень хорошо, достойно выступили. Мы просто большие молодцы. Ежегодные соревнования среди сотрудников СМИ проводит Союз журналистов Подмосковья при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Бессменная площадка журналистов и военно-патриотический центр «Офицерское собрание». Его руководителю Сергею Долгову вручили в этот день почетный знак Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом. В день дворового спорта в Люберцах устроили турниры по стритболу и настольному теннису. В соревнованиях участвовали команды из Московской области и Москвы. Стритбол сегодня особенно популярен среди молодежи. Стритбол сейчас очень популярный вид спорта. Набирает свои обороты, потому что попал в олимпийскую программу. Спорт очень зрелищный. У меня очень много детей, кто тренируется, выступает на соревнованиях. Очень много желающих. Установили спортивные снаряды, настольный футбол и хоккей. Выступали артисты, ученицы клуба по художественной гимнастике, каратисты и тренеры по гиревому спорту. Все дети и взрослые нашли себе занятие по душе. Благодаря вот таким вот праздникам дворового спорта происходит и добрососедство, и развитие спорта, поддержание культурного наследия. Задача наша – вовлечь жителей как можно больше в активный образ жизни. Бегают, здесь много развлечений. Поиграли в хоккей, посмотрели гимнастику. Так что дети, мне кажется, довольны. Мне тоже очень интересно. Наградить победителей и поздравить спортсменов с праздником приехал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Люберцы у нас традиционная территория спорта, но спорт должен быть не только профессиональный, в фоках, но и, конечно же, во дворах. Мероприятие отличное у всех настроение, действительно хорошая организация. Люди спускаются, выходят на улицу, выходят из своих квартир и возвращение к тому хорошо забытому старому, когда выходили, играли в настольный теннис, футбол, ребята гоняли. Победительницей соревнований по настольному теннису стала 70-летняя Наталья Корзоватых. Праздник дворового спорта стал отличным напоминанием, что двигаться и быть здоровым можно в любом возрасте. Спорт для меня всё. Спорт – это моя жизнь. Я в спорте 7 лет. Вы знаете, впечатление осталось у меня очень хорошее. Массовость мне понравилась. Как великий Амосов говорил Николай Николаевич, кардиохирург, движение – это жизнь. Участники мероприятия уверены, что когда люди общаются между собой и увлечены одним делом, происходят только хорошие события. Этот спортивный праздник стал тому доказательством. Оксана Маринюк, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Необычная акция прошла в «Текстиль профи Москва». Посетителям торгового центра дарили комплекты постельного белья и подушки. Для этого нужно было выполнить одно условие – прийти в оптово-розничный комплекс в пижаме. Наша съемочная группа пообщалась с участниками и организаторами акции. Здравствуйте. Я пришла в пижаме. У нас первая позитивная сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Удивленные взгляды прохожих того стоили. Отправляясь в торговый центр в пижаме, Ольга Калугина до конца не верила в правдивость акции, о которой она случайно узнала накануне. Сидела дома, как обычно, в телефоне копалась, пришла мне смс-ка, что придите в пижаме, получите подарок. Спасибо большое «Текстиль профи». Я очень довольна. А Мария Поспелова заядлая инстаграмщица. Но больше всего ей нравится не выкладывать личные фото, а следить за акциями и скидками в любимых магазинах. Так и узнала о пижамопате в «Текстиль профи». Это очень интересно и для посетителей тоже, потому что всё-таки, ну, надоеда – это обыденность. И поэтому, когда такие задумки интересны, это очень хорошо. Комплекты постельного белья достались первым пяти посетителям. Остальным подарили подушки. Пижамная акция прошла в «Текстиль профи» впервые, но она закрепила за собой право стать традиционной. Мы проводим рекламные кампании, розыгрыши ежемесячно. То есть наши рекламные кампании всегда можно найти на сайте торгового комплекса «Текстиль профи Москва». Также мы анонсируем на радио, анонсируем в метрополитене, анонсируем на рекламных конструкциях и смс-рассылки интернет-реклама. Одна из регулярных акций в «Текстиль профи» – дни оптовых цен. В ней участвует каждый магазин торгового комплекса. В течение трех дней розничные покупатели могут приобрести товары со скидкой. В этом месяце акция проходила с 20 по 22 августа. «Текстиль профи» «Текстиль профи»